Пропускной режим. У единой карты учащегося появилась новая функция пропуск в школу. Теперь каждый ученик при входе прикладывает карту к турникету и его пропускают на занятия. Считывающее устройство отправляет информацию на контроллер. Контроллер в свою очередь отправляет информацию на сервер, на котором хранятся списки сотрудников и детей школы. Если ребенок зарегистрирован, то есть имеет доступ в это образовательное учреждение, турникет станет доступным для прохода одного человека. Если ребенок данное учебное заведение не посещает, то турникет просто останется закрытым. Сейчас мы проводим в школе интеграцию турникетного оборудования, которое у нас установлено в 25 образовательных учреждениях города. Это устанавливаем контроллеры для того, чтобы автоматизировать турникеты из ручного режима в автоматический режим. И если в 45-й школе контроллеры только устанавливают, то в первой гимназии система уже функционирует. А с 1 октября родитель каждого школьника будет получать еще и пуш-уведомления на телефон о том, что его ребенок зашел в школу или вышел из нее. Я считаю, что это очень удобно и безопасно, так как в школу не будут проходить незнакомые люди, и родители будут спокойны за своего ребенка. Ребенок пользуется только одной картой, это плюс. Во-вторых, всегда это безопасность. Прежде чем нам, для родителей, это очень важно. Мы знаем, где находится ребенок. И дополнительно то, что наличие денег, наличных, он не обязательно ему иметь. Есть карты, которые выполняют все функции. До конца года администрация столицы Чувашии планирует адаптировать пропускное оборудование под систему единой карты учащегося еще в пяти школах. Установить турникеты в четырех. Остальные 27 столичных школ оснастят в следующем году. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.